Давайте представим, если бы Стив Джобс был бы жив в 2017 году, как бы тогда развивалась компания Apple? Какие продукты оставались бы в ее линейке, а каких бы не было? В этом видео я вам представлю свое видение. Поехали! Имидж компании Apple. Стив Джобс прославился жестким характером, целеустремленным, не боящимся любых преград и готовым идти на крайности. Новый глава гиганта Тим Кук в этом плане является более дружелюбной личностью. Именно эту дружелюбность он и привил к компании Apple после утраты Стива. Если бы Джобс остался жив, скорее всего, Apple была бы весьма жесткой в войне за патенты с гигантом Google и Qualcomm. Наверное, мы бы увидели более жесткое противостояние, в котором у Купертиновцы не уступили бы ни капли своих требований. Компромисса бы с их стороны не было. Так что смело можно сказать, что имидж у компании был бы совсем иной. Воинственный. iPhone и его версии. Стивен Джобс редко присматривался к тенденциям на рынке и не прислушивался к пожеланиям потребителей. Он считал, что идеальный экран для управления одной рукой имеет длину диагонали 3,5 дюйма. Хотя в это же время конкуренты уже выпускали телефоны с более крупными дисплеями. И разработка 4-дюймового экрана для iPhone велась, когда Джобс уже отходил от управления компанией. Поэтому я думаю, что Стив бы не допустил выход увеличенных версий Plus с 5,5-дюймовыми экранами. Сложно даже подумать про 5,8-дюймовый iPhone X. Также Джобс не расширил бы линейку смартфонов одного поколения до трех моделей. Он бы продолжал выпускать только одну модель. Флагман. Айпад. Джобс с большой любовью относился к разработке планшетов. Он верил, что они в скором времени заменят пользователям настольные компьютеры. Стив дожидал имя новой эре – пост-ПК. И в его голове было четкое разделение. Смартфон с маленьким экраном и планшет с большим. После смерти инноватора в Apple пошли другим путем. Они расплодили как линейку iPad, так и модельный ряд iPhone. В итоге все смешалось. Кони, люди. Сначала был выпущен iPad mini, который через пару лет убил iPhone 6+. Топовый iPad Pro оказался непризнанным потребителями. В итоге купертиновцы сами себя наказали. И теперь выход новинок iPad никому не интересен. При Джобсе и в наше время оставалась бы узкая линейка iPad. И покупатели бы понимали, что планшет реально удобнее в использовании, чем большой iPhone. И может заменить даже настольный ПК. Скупка стартапов. Во времена Джобса компания Apple практически не занималась покупкой технологий, изобретенных стартаперами. Для Стива были важны инновации, придуманные внутри компании. И этот подход приносил свои плоды. Apple славился собственными технологиями. А теперь Тим Куб просто покупает стартапы. Возникают сомнения, чем занимается отдел разработок и развития, кроме ежегодного придумывания нового iPhone. Если бы Джобс был жив, Apple бы имела сейчас лучший имидж инновационного гиганта. Иерархия менеджмента Apple. Возможно, обычные пользователи мобильной техники не интересуются жизнью компании номер один в мире. Однако знающие и эксперты могут в голос сказать, что гигант потерял стержень или вертикаль управления. Мягкотелый характер Тима Кука сделал свое дело. Сейчас в Apple есть доктор Дре, известный своими наушниками Beats, Джимми Айовин, Марк Ньюсон и разработчик-дизайнер Джонни Айв. Последний, кстати, наверное, уже имеет такой же вес в менеджменте гиганта, как и Тим Куб. Если бы сейчас компанию возглавлял Стив Джобс, мы бы ничего и не слышали бы о других менеджерах. Самый большой вклад Джобса – это не просто смартфон, планшет или операционная система, а сама Apple – организация, в которой работает 12 тысяч сотрудников. Вернувшись в компанию в 1997 году, Джобс установил Apple и создал наиболее ценные технологии в мире, опережая таких гигантов, как Microsoft или HP. Это действительно величайший поворот в истории бизнеса. Так что выразим респект Стиву Джобсу за то, что сейчас мы можем пользоваться такими продвинутыми технологиями. А теперь игра. Угадайте, кто это? Подсказочка. Он уже упоминался в нашем видео. Пишите в комменты. Первый, кто правильно угадает, получит 1 балл и возможность выиграть суперприз. А также подпишись. Нечто иное почувствуй.